Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение четвертой книги царств. И мы будем читать вторую главу, в которой рассказывается о вознесении пророка Ильи на небо. «В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Элисеем из Галгала и сказал Илья Элисею, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Вифиль – это дом Божий, и Илья не соврал, сказав, что Господь посылает его в Вифиль. Но Илья сказал, «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. Пошли в Вифиль в духовном понимании, это как бы восходит к небесам. «И вышли сыны пророков, которые в Вифиль к Элисею и сказали ему». Почему к Элисею? Они боялись подходить к Илье. Кто такие сыны пророков? Это ученики пророков. Они назывались сынами. «И вышли сыны пророков, которые в Вифиле к Элисею, здесь уже в Вифиль как местность, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет Господина твоего над головою твоей?» Он сказал, «Я так же знаю, молчите». Почему он так говорит? Ну, он не уверен, какая реакция будет Ильи, потому что Илья ему не разрешает идти. «И сказал ему Илья, «Элисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ерехон». Ерехон — это не очень хорошее место, это проклятый город. И, казалось бы, повод Елисею не ходить туда. Но Елисей не отказывается идти дальше. «И сказал он, то есть Елисей, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Ерехон. «И подошли сыны пророков, то есть ученики пророков, которые в Ерехоне, то есть и в проклятом городе тоже были пророки, к Елисею, потому что все трепетали Илью, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь берет Господина твоего и вознесет над головою твоей?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». Вот возникает вопрос, а почему мы не знаем имена этих пророков? Объяснение очень простое. Эти пророки пророчествовали для событий только своего времени. Вот там человек овцу потерял или какие-то проблемы там личные. Их пророчества, они не были обращены в будущее. Они были на злобу дня. Поэтому их имена не упоминаются. В Библии упоминаются имена пророков, которые совершали какое-то значимое служение, пророческое, обращенное и в прошлое, и в будущее. «И сказал ему Илья, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он, то есть Элисей, «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя, и пошли оба». Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, и они оба стояли у Иордана. То есть пятьдесят пророков прячутся, смотрят издалека и видят, что Илья и Елисей стоят оба у Иордана. «И взял Илья милость свою, это его плащ, и ударил ею по воде, то есть он свернул, и взял Илья милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и раступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху». То есть происходит, на самом деле, двойное чудо. С одной стороны раступается река туда и сюда, а с другой стороны дно сразу высохло, потому что если просто убрать воду в реке, там Иль, там увязнешь, тяжело идти. А здесь двойное такое чудо. И перешли оба посуху, как и еврейский народ, когда они проходили сквозь Черное море, «яка посуху пешешества Израиль, по бездне стопами». Словословие церковь – это событие. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя». Здесь уже момент расставания. Елисей был в ослужении Ильи. Как древние говорили о нем, Елисей, то есть Элиша, лил воду на руки Ильяху, то есть Илье. Ну, как прислужник, алтарник. Но здесь мы видим, что Елисей уже пророк. Когда пророки говорят, «Ты знаешь?», он говорит, «Да, я уже знаю». Потому что те люди, которые помогают другим духовным людям, сами обретают духовные качества. например, кто-то ухаживают за старцем и в течение многих лет его не покидает. Он сам по своим качествам становится как старец. И момент расставания – это такой трогательный момент. «Проси, что сделай тебе прежде, нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Ну, скажем прямо, это была очень дерзкая просьба. «И сказал он», то есть Илья, «Трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Посмотрим, какое истолкование есть на этот стих. Максим Турский пишет, «Ангелы уносят Илью на небо, ангелы же оберегают Елисея на земле. Чему удивляться, если ангелы, унесшие учителя, оберегали ученика? И что примечательного в том, что почтение, которое они выказали отцу, они вили и сыну». То есть здесь Илья как отец духовный, а Елисей – его сын. «Ведь он, то есть Елисей, духовный сын Ильи, наследник его святости. И справедливо Елисей назван духовным сыном Ильи, потому что при восхищении на небо Ильи Илья оставил ему двойную силу своей благодати. Когда Елисею дано было право просить что угодно прежде, чем Илья будет взят от него, он просил, чтобы на нем вдвойне был дух Ильи. Тогда сказал Илья, трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе, а если не увидишь, не будет. Какое ценное наследство! В нем наследнику остается больше, чем имелось, а принимающий его получает больше, чем имел дающий. Конечно, это ценное наследство, если оно пока передается от отца к сыну, удваивается за счет прибыли от заслуг. Илья тем самым оставил Елисею вдвое больший дух святости, хотя сам имел просто такой дух. Чудесным образом Илья оставил на земле больше благодати, чем взял с собой на небеса. Вот такое истолкование мы находим у отцов. И далее описывается, когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась огненная колесница и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел то есть он видел а это условие если увидишь как я буду возноситься то ты получишь вдвойне благодать. Елисей же смотрел и воскликнул отец мой отец мой колесница Израиля конница его и не видел его больше. Здесь немножко непонятно почему Елисей сначала кричит отец мой отец мой это понятно колесница Израиля и вдруг переходит на множественное число и конница его конница в то время это самый мощный вид войск этим самым Елисей как бы ставит Илью по мощности той благодати которой в нем святости выше целого войска задача которого оберегать страну но на самом деле страна оберегается вот такими людьми святыми как Илья и как Елисей и так на Елисея оказалось святости в два раза больше что это значит это значит он должен повторить все чудеса Ильи но в два раза больше ну например мы знаем что Илья воскресил мертвого человека а Елисей Елисей воскресил одного человека должно быть два некоторые экзегеты говорят да но после смерти Елисея когда мертвый упал на его кости когда он прикоснулся костей Елисея он ожил и встал на ноги свои об этом рассказывается в этой же книге но это уже после смерти Елисея на самом деле вторым воскрешенным Елисеем человека был Нейман Нейман который был прокаженный он был прокаженный и Елисей его исцелил а в понимании евреев прокаженные считались мертвыми точно так же как нищие считались мертвыми и безбрачные считались мертвыми таким образом реально при жизни своей Елисей совершил дважды чудо воскрешения человека потому что проказы это когда человек гниет заживо то есть это смерть как бы сейчас сказали бы живой труп и другие чудеса они повторились с большей силой чем во дни Ильи вот здесь мы подходим к очень важному вопросу Христос говорит об Иоанне крестителе если хотите он есть Илья в каком смысле вот в том же смысле как Елисей был в духе Ильи так и Иоанн креститель был в духе Ильи и мы читаем далее и схватил он одежды свои и разодрал их на две части это положено было делать по закону одежду раздирали вот начиная от груди вот в этой части где-то так чтобы открылось сердце но не само сердце а та часть груди где сердце человека как бы чтобы его боль была обнажена и он так резко дернул что разорвались на две части его одежды так он скорбел и поднял милотелье упавшую с него то есть плащ упал в то время когда Ильяна колесница возносился в царствие божие только два человека вошли живьем в царствие божие это енох который жил до потопа сказано ходил енох пред богом и не стало его потому что бог взял его к себе Илья живьем был взят на небо как мы сейчас об этом читаем и мы знаем что во дне антихриста Илья спустится с енохом на землю и они вдвоем будут ходить и обличать антихриста и если енох будет обличать антихриста в глазах всех народов прежде всего Илья исключительно в глазах еврейского народа потому что к сожалению многие евреи примут антихриста как и другие народы и Илья вернет их сердца к вере отцов то есть к вере Авраама Исаака Иакова пишет пророк Михей а вера Авраама Исаака Иакова это была вера в грядущего Мессию Христа Спасителя и поднял милоть Ильи упавшую с него и пошел назад и стал на берегу Иордана и взял милоть Ильи упавшую с него и ударил ею по воде и сказал где Господь Бог Ильи Он Самый и ударил по воде и она раступилась туда и сюда и перешел Елисей в его словах как бы некое вопрошание как бы оттенок недоверия а где где Господь Бог Ильи Он Самый где любой человек может подвергаться испытаниям какие-то смущения могут нападать на него помните Илью под можжевеловым кустом как он тресся от страха Илья человек был и Елисей человек но чудо Божие совершается и ударил по воде и она раступилась туда и сюда и перешел Елисей и увидели его сыны пророков которые в Иерихоне издали и сказали опочил дух Ильи на Елисеи Дух святости не покидает землю если бы оскудел полк святых на этой планете то есть их количество стало бы критически малым святых то Бог бы уничтожил мир как и Содом и Гамор были уничтожены потому что даже десяти праведных там не нашлось и пошли сыны пророческие навстречу ему и поклонились ему то есть Елисею уже Елисею до земли и сказали ему вот есть у нас рабов твоих человек человек пятьдесят люди сильные пусть бы они пошли и поискали господина твоего может быть унес его дух господин и поверг его на одной из гор или на одной из долин то есть они пророки но у них нету полноты откровения он же сказал не посылайте он знает что Илья в раю сладости сынохом наслаждается небесной жизнью но они приступили к нему вновь приступали к нему долго так что наскучили ему и он сказал пошлите ну чтобы успокоить этих людей потому что по закону божию необходимо совершать погребение и кстати хоронить останки мертвых это великое благочестие если кто-то находит косточку где-то человеческую должен обязательно предать ее земле и он получит особое благословение и у нас есть поисковые отряды которые они ищут погибших воинов это очень благочестивое деяние предавать земле непогребенные останки и послали 50 человек и искали три дня и не нашли его и возвратились к нему между тем как он оставался в Ирихоне и сказал им не говорил ли я вам не ходите то есть он отлично понимал где находится Илья и сказали жители того города Елисею вот положение этого города хорошо как видит господин мой на воде но вода не хороша и земля бесплодна это же Ирихон город был проклят и сказал он дайте мне новую чашу и положите туда соли и дали ему и вышел он к истоку воды эта вода была плохая непригодная к питью и бросил туда соли и сказал так говорит Господь я сделал воду сию здоровую то есть не просто он ее сделал нормальной теперь вода будет приносить людям здоровье как бы сейчас сказали минеральная вода не будет от нее впредь ни смерти ни бесплодия в каком смысле имеется ввиду что тяжелейшие недуги будут исцеляться и те люди которые страдают бесплодием эта вода будет помогать и вода стала здоровую до сего дня по слову Елисея который он сказал вот так в проклятом городе пророк создает источник воды который несет здоровье это символ того что служение Слову Божия даже в самых опасных трудных местах безблагодатных приносит людям радость и надежду на жизнь и святость и пошел он оттуда в Вифиль когда он шел дорогой малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему иди плешивый иди плешивый то есть здесь мы видим что какие-то дети не очень воспитанные дети увидели Елисея он был плешив и они кричат иди плешивый иди плешивый он оглянулся и увидел их что значит оглянулся не в том смысле что ему надо сначала посмотреть на них а потом проклясть оглянулся и увидел их то есть в их прошлом ничего хорошего не было и если бы они остались жить возможно они стали бы страшными преступниками и в их будущем он ничего не увидел это как в случае с Моисеем он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господнем и вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка отсюда пошел он на гору кормил а оттуда возвратился в Самарию кормил это как мы помним знаковое место потому что там Илья совершил величайшее чудо и возвращение в Самарию это возвращение в царство израильское где и совершалось в основном служение пророков вот посмотрим что пишет Ефрем Сирин по поводу умершления этих детей все-таки число значительное кажется что нечестивость детей была результатом наущения их родителей потому что они были несправедливы и враждебны по отношению к Ильи и его ученикам и мы можем думать что их послали наставники чтобы они повторили то чему научились то есть поносили Илью поносили и Елисея действительно слово которое согласно учению Елисея провозглашено было учениками Ильи их согражданами в отношении вознесения господина сильно огорчило жителей Вифиля вот почему я полагаю те дети не только упоминали его плешивость но говорили прочие оскорбления чтобы унизить его славу это делалось для того чтобы никто не поверил его слову если бы он стал повторять все то что говорил Вифили и то в чем убеждал людей в Варихоне и вот они имея столь недостойные помыслы сказали вот причина его прихода и тогда Елисей хотя и был огорчен наглостью детей много больше был разъярен в виде хитрости и несправедливости их родителей он исправил тех и других суровым и ужасным приговором он наказал первых детей так чтобы они не приумножили беззаконие во взрослом состоянии то есть когда вырастут а последних то есть их родителей так чтобы они исправились и отошли от своей порочности тот кто благословлял детей Иерихона и всемирно помогал им за их веру потому что увидев как раступился Иордан по его слову они сказали что опочил дух Ильина Элисея произнес этот жестокий приговор жителям Вифиля конечно же жители Вифиля не поверили когда услышали от детей пророков то есть от учеников пророков бывших в их городе известия о восхищении Ильи и вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка в тот день когда Господь послал Илью помазать Елисея он Господь сказал что отомстит с его помощью детям Израиля которые поднялись против него то есть тем кто избежали меча Азаила и Иуя Елисей станет причиной их погибели и это начало наказания слово произнесенное против беззаконников начало исполняться то есть с одной стороны здесь как бы сбылись древние пророчества которые были об этой местности с другой стороны наказание детям останавливает движение греха в их жизни они не станут зрелыми грешниками и повод для вразумления родителей то есть получается что даже наказывая людей таким трагическим образом Господь приносит и некое благо им сегодня мы с вами изучили вторую главу четвертой книги царств если мы будем живы Господь позволит в следующий раз мы будем читать третью главу этой книги в следующий раз